На телеканале Майя Адмуртия новости спорта в студии Марина Азебина. Здравствуйте! Интервью, автографы, фотосессия для наших паралимпийцев пока дела непривычные. Герои зимних игр в Сочи очень скромны. Хотя после паралимпиады они в нашем городе, личности теперь известны и популярны. За их автографами поклонники спорта сегодня готовы были стоять не один час. Выстояла длинную очередь и наша съемочная группа. Итак, впечатление лыжников и слэч-хоккеистов о поездке в Сочи прямо сейчас. Первое впечатление от Олимпийского Сочи, паралимпийского. Ну, я первый раз приехал, участвовал в таком событии. И все это меня удивило, шокировало даже. Организация, все на высшем уровне было. Просто супер, все. Такого мы нигде в мире не видели, сколько ездили. Такой масштаб, все так здорово сделано, организовано. Просто замечательно все. Что впечатлило особенно из спортивных объектов? Ну, все стадионы, этот грандиозный стадион «Фист», когда было открытие, где все так здорово, красиво. Все качественно, красиво, питание, общение. То есть, ну, к нам отношение очень было идеальное. Просто с огромным уважением к нам относились. Как Олимпийское утро начиналось? Наших спортсменов желаю им... Твое Олимпийское утро? Подъем, помылся, завтрак. Потом, что у нас? Там была молитвенная комната, я ходил еще молиться, молитвенную комнату. Батюшка православного. Это мне очень помогало, заряжало. Все понравилось, все отлично. Как кормили, кстати? Расскажи. Кормили отлично. Там большая столовая, несколько кухонь, которые предлагали свою еду. И так, что проблем не было, все было отлично. Ну, что нам нажимал на что больше, Жень? Столой? Ну, нам не разрешали сильно нажимать. Так что, по-легкому... По-легкому это что, творожок? Фрукты, йогурт. Честно? Без мяса? Ну, и мясо так, иногда. Какие эмоции тогда в педестале были? Я, во-первых, не верил. Дня, два дня ходил. Средства массовой информации. Не верил, что смогли первые деньги выиграть. Я еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за то, что приехали. Какие эмоции, какие впечатления тогда были? Да ничего страшного. Разречирование или наоборот? Да ничего страшного. Большая радость. Мы сделали большую победу. Мы выполнили план даже перевыполнение. Как бы, не то, что не золото. Ну, по американцам видно, все равно неопытные ребята, мастеровитые. Как бы, они просто так бы не отдали золото. Тем более, дважды паралимпийские чемпионы. Я думал, в Корее встретимся с ними и все будет нормально. Все вышли, отработали по полной программе, на все 100% выложились. Ну, и получили такой результат. На приеме Путина, когда вам ручали эти старственные награды, вот тут же. Вот что есть в этом? Ну, это как-то, не знаю, как-то непонятно еще было. Какие-то эмоции непонятные, ощущения. Ну, не знаю, ну, здорово было, весело и приятно. Вернулись наградами и представители аэробики Удмуртии в Пензе на чемпионате Приволжья. Студентки Ижевской Метакадемии выиграли в разделе аэробика серебряные медали, завоевав право выступать в конце апреля на национальном первенстве в Москве. Отличились на всероссийском турнире в Перми наши конькобежцы. Они завоевали шесть медалей в забегах на 100 метров и в групповой гонке. Вот фамилии призеров. Это Севастьян Яков, Дарья Богатырева, Яков и Демид Ульяновы. Все они ижевчане. Не подкачали юные теннисисты Удмуртии в Чебоксарах на зональном старте. Они показали хорошую техничную игру. Естественно, набрались опыта, ведь спортсменов всего по 12 лет. Отличился Алексей Козырев. Он выступал в финале. А вот в командном первенстве юноши были восьмыми, девочки – шестыми. На Чекилле тем временем прошли очень интересные и позитивные соревнования по лыжным гонкам. За награды боролись отнюдь не профессионалы. Но накал и градус борьбы от этого были ничуть не меньше. О том, как папы, мамы и даже бабушки и дедушки вместе с самыми юными участниками семейных эстафет забавно добирались до финиша, узнаете из репортажа Дмитрия Вороновнина. Вот так мощно на финише эстафеты, в которой участвовали бабушки, дедушки и внуки, накатилась семья ежевчан-жвакиных. Внучка Даша даже упала за линией финиша. Все силы отданы борьбе и совсем не расстроились, что первому месту уступили лишь 4 секунды. Главное, себя показали и нашли на лыжне новых друзей. Эмоции замечательные. Погода хорошая, весна, молодец комсомол. Главное, говорю, с внучкой вышли, всей семьей, с дочерью. Все замечательно, организовано, все хорошо. Арифметика этих веселых лыжных стартов проста. Глава семьи и команды преодолевает 4 километра, мама и бабушка 2, а самый юный участник – километр. На финише они все вместе, что лишний раз по задумке организаторов подчеркивает. В погоне за удачей, за драйвом, да просто за здоровым образом жизни у каждого члена семьи общие интересы и общая позитивная цель. Очень важно, когда у семьи общие интересы, это раз. Вообще физическая культура, когда прививаются не просто детям, а всем членам семьи, это тоже очень немаловажно. Поэтому в таких соревнованиях и мероприятиях мы считаем обязательно всегда участвовать, это очень важно. Шестилетняя Влада Воронцова с трех лет стоит и гоняется на равнинных лыжах. Совсем недавно увлеклась и горными. Эти представительные соревнования, а на старт вышли почти 200 семей, очень помогли и Владе, и ее юным друзьям-конкурентам почувствовать уверенность в своих силах. Это мой первый спорт, которым я могла заниматься с малых лет. Что это тебе дает? Мне дает это умение, что я теперь перешла на горные лыжи, и мне там это помогает более быть уверенной, что я не упаду, ничего себе не сломаю. Все участники турнира по домам разъехались с массой призов. Отметим и победителей. Это семьи Формяных, Жвакинах, Воронцовых и Васильевых. Хоккеисты Штали узнали сегодня от руководства клуба, что и ждет в миссезоне. Первый тренировочный сбор подопечные Андрея Разина проведут в середине июля. Заниматься спортсмены будут на Чекирилле. Затем намечены еще два выездных сбора. Пока же до конца марта Сталевары занимаются по индивидуальным планам. Все новые контракты с игроками будут заключаться с 1 мая. И в завершение выпуска новости для любителей мотокросса. В игре на открытом Кубке Республики удачно выступили хозяева трассы сборной Удмуртии. Своих соперников из Татарстана и Башкирии они опередили в трех классах мотоциклов – 45, 65 и 85 кубиков. И только в свободном классе победа досталась уфимскому гонщику Зайнулину. Трио наших героев и живчане – Влас Некрасов, Александр Мощак и Павел Тюрин. На сегодня это все. До встречи завтра.